Ежегодно пожарная охрана проводит совещания перед началом летнего сезона с руководителями детских здравниц о соблюдении противопожарного режима и о проведении профилактики для обеспечения безопасности детей. Учат правильному поведению в условиях задымления возникновения пожара, проводят игровые программы. Сначала дети эвакуировались из корпуса на улицу, где их ждала игра по станциям. Ребята выполняли разные задания, знакомились с пожарными и примеряли их костюмы, учились оказывать первую помощь. Соревновались в конкурсах рисунков на асфальте, отгадывали загадки. Все эти упражнения необходимы минимум знаний для детей. Когда человек знает вот эти правила, когда отрабатываются вот все эти мероприятия, то уже когда возникает вот такая чрезвычайная ситуация, то человек уже как-то может сконцентрироваться и по крайней мере помочь себе и помочь тем, кто находится рядом с ним. Поэтому такие мероприятия, конечно, нужны, проводить их нужно как можно чаще и проводить, конечно, во всех здравницах. Все дети, приезжающие в санаторий Бимлюк, обязательно проходят инструктаж по технике безопасности, расписываются в специальных журналах и смотрят документальные фильмы о том, как нужно себя вести во время чрезвычайной ситуации. Каждый заезд по программе по СМИ, мы проводим вот такие дни пожарной безопасности. Обязательно учебный пожарный выход. Дети знают, в какую дверь им выходить, в какое время, по какой лестнице. Пожарный автомобиль – самое интересное. Экскурсия и лекции, практическое занятие в одном. Ребята залезли в машину, посмотрели на начинку внутри, изучили пожарные приспособления. Благодаря такой игре дети узнали для себя много нового. Самое главное то, что я запомнила, нельзя баловаться спичками и зажигалками, особенно детям. В завершении мероприятия, устав от бега по станциям на жарком солнце, ребята решили остыть под прохладной водичкой из шланга пожарного автомобиля. Алина Гумерова, Андрей Стародубцев, Анапа, Регион.